ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это инструмент моей работы. Благодаря ему я могу создавать картины, создавать шедевры. Сегодня мы продолжим курс по фотошопу. Итак, второй урок. Начнём. На предыдущих уроках вы получили представление о спектре возможностей, которые предоставляет программа Adobe Photoshop CS3 для креативных и творческих людей. Картина, которую мы будем создавать с вами в этом упражнении, называется «Умевшая ждать. Женщина с маленьким ребёнком на берегу моря». Для работы вам понадобятся файлы ожидания 1, ожидания 2, ожидания 3, ожидания 4 из приложения к третьему уроку. В меню файл выберите пункт «Открыть». Найдите папку «Урок 3» на диске, выделите эти четыре файла и щелкните по кнопке «Открыть». Это несколько фотографий, снятых в один период времени, которые мы использовали для создания композиции «Умевшая ждать». За основу возьмите фотографию ожидания 1. По окончании этого упражнения вы должны будете создать из этой фотографии композицию «Умевшая ждать». Сначала измените размер изображения. В меню изображения выберите пункт «Размер изображения». Наша задача создать качественную композицию для печати, поэтому разрешение в 72 пикселей на дюйм нам не подходит. Увеличьте разрешение до 300 пикселей на дюйм и введите параметр ширины 15 см. При этом размер, занимаемый изображением на диске, практически не изменился. Теперь увеличьте размер холста в ширину. В меню изображения выберите пункт «Размер холста». Добавьте к холсту 10 см слева от фотографии женщины с ребенком. На этот участок вы в дальнейшем добавите изображение моря. Обратите внимание, что на панели инструментов фоновый цвет – черный. Поэтому и добавленный участок имеет черный цвет. Выделите его при помощи инструмента «Волшебная палочка». Далее установите белый цвет для цвета фона. На панели инструментов щелкните по пиктограмме переключения цветов переднего и заднего плана и нажмите на кнопку «Делит» на клавиатуре. Посмотрите на изображение на документах «Ожидание 1», «Ожидание 4» и сравните с готовой композицией, умевшей ждать. Вы заметите, что ваши композиции на данном этапе выглядят менее ярко по сравнению с готовой композицией. Как вы уже знаете, это легко исправить, используя различные методы коррекции. В меню изображения «Коррекция» выберите пункт «Яркость-контрастность» и настройте параметры этого метода коррекции таким образом, чтобы ваша композиция выглядела более привлекательно. После этого нажмите на кнопку «Да», чтобы применить изменение параметров яркости и контрастности. Для удобства дальнейшей работы выведите панель «Слои» в рабочее окно программы. По сюжету нашей композиции ребенок, как и женщина, должны смотреть в сторону моря. Но сейчас ребенок обращен к матери. Возьмем изображение ребенка из документа «Ожидание 4». При помощи инструмента «Прямоугольная область» выделите фрагмент изображения с ребенком, скопируйте и вклейте скопированный фрагмент в документ с вашей композицией. Используйте меню редактирования или сочетание клавиш «Контрол-С», «Контрол-В». Увеличьте масштаб изображения. При помощи инструмента «Перемещение» переместите фрагмент с ребенком, как показано в нашем упражнении. Постарайтесь совместить опорные точки. Например, можно ориентироваться на руку матери в вашей композиции и во вставленном фрагменте. Скопированный нами фрагмент получился не очень удачным. Посмотрите, осталась часть руки ребенка на плече у матери. Чтобы не тратить время на корректировку плеча, лучше скопировать фрагмент еще раз. На этот раз выделяя более широкую область инструментом «Прямоугольная область». Удалите слой 1 и повторите операции выделения, копирования и перемещения фрагмента с ребенком. Щелкните по инструменту «Ластик» и в панели настроек выберите кисть небольшого диаметра с мягким краем. Сотрите части изображения со слоя 1, оставляя только фигуру ребенка. Используйте те инструменты, которые вам удобны для выделения или стирания отдельных частей изображения. Продолжайте работать над вашей композицией, как показано в упражнении. Фрагмент изображения ребенка со слоя заднего плана, часть его головы, остался виден. В нашей композиции эту область на изображении должно занимать море. Не снимайте выделение этой области для быстрого редактирования. Выделите слой «Задний план» на панели слои и выберите инструмент «Штамп». Щелкните указателем по участку с изображением моря, при этом удерживайте кнопку «Альт». В панели настроек выберите кисть небольшого диаметра и закрасьте выделенный фрагмент. Продолжайте корректировать участок изображения при помощи инструмента «Штамп», пока вы не получите необходимый результат. Фигура ребенка идеально вписалась в композицию. Осталось подкорректировать изображение спины матери. Сотрите ластиком ненужные фрагменты спины со слоя 1. Будьте внимательны, стирать нужно именно со слоя 1, не со слоя «Задний план». Отключите видимость слоя «Задний план» и увеличьте масштаб изображения. Так можно лучше увидеть пропущенные ранее части изображения на слое 1, которые необходимо удалить. Удалите эти части, используя удобные вам инструменты программы Adobe Photoshop. Чтобы изображение выглядело более реалистично, необходимо сгладить края наложенных областей. Выберите ластик с мягким краем кисти и проведите по краям изображения на слое 1. Теперь включите видимость слоя «Задний план». Как вы видите, опять виден фрагмент с ребенком со слоя «Задний план». Поправьте это, используя инструмент «Штамп». Посмотрите на вашу композицию. По нашему сюжету, женщина с малышом должна быть одна на пляже, а на данный момент на композиции, кроме матери с ребенком, видны фигуры отдыхающих женщин. Посмотрите на фотографию «Ожидание 3». На ней есть необходимый вам участок пустого пляжа, но если вы приглядитесь, вы увидите, что линия горизонта на этой фотографии расположена под углом. Это одна из стандартных ошибок начинающих фотографов, которую легко поправить при помощи программы Adobe Photoshop. Выделите изображение и в меню «Редактирование» — «Трансформирование» выберите пункт «Поворот». Поверните изображение таким образом, чтобы линия горизонта была параллельна верхней или нижней границе документа. После поворота изображения щелкните по любой из пиктограмм на панели инструментов и в появившемся окне нажмите кнопку «Применить». Теперь выделите фрагмент изображения, скопируйте его и вклейте скопированный фрагмент в документ с создаваемой вами композицией. Изображение отразится на отдельном слое в панели «Слои». Выровняйте вклеенный фрагмент внизу вашей композиции. Опорной линией для выравнивания может служить граница пляжа и воды. Увеличьте масштаб фрагмента, используя меню редактирования, трансформирования, масштабирования, как показано в упражнении. Теперь сотрите все ненужные части иллюстрации на слое 2. В данном случае вам необходимо оставить только фрагмент с пляжем. Выберите инструмент «Ластик» и сотрите с изображения на слое 2 фрагменты моря, облаков и гор, оставляя только пляж. У вас должна получиться подобная композиция. Справа на пляже все еще осталась одна отдыхающая фигура, которой по сюжету быть не должно. Это можно исправить, используя инструмент «Штамп». Щелкните по инструменту «Штамп», выберите участок для клонирования, щелкните по участку на пляже, удерживая «Альт» на клавиатуре. Закрасьте область на иллюстрации с фигурой отдыхающего. Также подкорректировать этот участок можно, скопировав и вклеив нужный фрагмент. Выделите каменистый фрагмент пляжа, скопируйте и вклейте скопированный фрагмент в ваш документ. Переместите и сотрите части вклеенного фрагмента, как показано в упражнении. Продолжение следует... Закройте документ «Ожидание 4», он вам больше не понадобится. Посмотрите на готовую композицию «Умевшие ждать» и сравните с вашей композицией. Продолжим работу. Необходимо добавить изображение моря в левую часть композиции. Изображение моря возьмем с фотографии ожидания 3. Выделите фрагмент моря и пляжа, как показано в упражнении. Скопируйте и вклейте этот фрагмент в вашу композицию. Обратите внимание, что вклеенный фрагмент значительно отличается от вашей композиции. Он гораздо темнее. Вспомните, что в начале работы над композицией мы изменили яркость и контрастность фотографии, используя способы коррекции, доступные в меню «Изображение». Сейчас вам необходимо повторить операцию, корректируя яркость и контрастность только что вклеенного фрагмента. Подберите параметры яркости и контрастности и щелкните по кнопке «Да». Досмотрите упражнение до конца и создайте свою собственную композицию «Умевшие ждать». Вам не обязательно следовать шагам, которые мы предлагаем на видео. Доверьтесь своему воображению, и она подскажет инструменты и последовательность работы над вашей композицией. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...